Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Программа утилизации автотранспорта, возможно, будет снова запущена Задачу проработать вопрос президент Владимир Путин поставил перед правительством Данная мера должна помочь отечественному автопрому поддержать штаны Напомню, что о старте программы утилизации было впервые объявлено в 2010 году Участники могли получить сертификацию на 50 тысяч рублей на покупку нового авто Таким образом удалось избавиться от 600 тысяч транспортных средств старше 10 лет Трасса 101 Интересное дело рассмотрел Верховный суд Россиянин просил высшую судебную инстанцию отменить решение нижестоящих судов О лишении его водительского удостоверения Мужчина уверял всех, что не употреблял ни грамма спиртного Выпила лишь немного корвалола по назначению врача Увы, Фемида отказала бедолаге и на этот раз Ибо в упомянутом препарате содержатся психотропные вещества Которые мгновенно переводят шофера из статуса трезвый в статус пьяный Трасса 101 Общественная палата Ленинградской области наехала на начинающих водителей Таковыми у нас официально считаются автомобилисты со стажем до двух лет Представитель палаты, будучи уверенным в том, что новички за рулем крайне опасны Предложил считать, сколько раз они попадут в ДТП Один, два, три, все, после третьего надо отбирать права Вернуться в водительское кресло можно будет только после успешной пересдачи теоретического и практического экзаменов Соответствующие предложения направлены руководству госавтоинспекции Трасса 101 В прошлом году 9 из 10 российских автомобилистов получали штрафы за нарушение ПДД Самые распространенные из них, сообщает издание за рулем Превышение скорости, несоблюдение требований знаков и разметки Нарушение правил парковки, переезд, стоп-линии В среднем каждый водитель отделался тремя взысканиями 80% водителей оплачивали штраф в первые 20 дней, чтобы воспользоваться 50% скидкой И подоспели данные о продажах новых легковых автомобилей в России за январь 22 года Лидер последних нескольких месяцев Lada Vesta опустилась на вторую строчку Возглавил перечень корейский бестселлер Kia Rio А Lada Granta замкнула первую тройку Если говорить об актуальных минимальных ценах на эти модели, указанные на сайтах производителей То это, соответственно, почти 1 миллион рублей 863 тысячи и почти 600 тысяч Четвертое и пятое места заняли Hyundai Solaris и Hyundai Creta Их начальная стоимость, соответственно, 1 миллион 5 тысяч и 1 миллион 350 тысяч рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok